Двое подозреваемых арестованы в Швеции после вчерашней террористической атаки. Один из них был за рулем грузовика, который врезался в толпу. Это 39-летний выходец из Узбекистана, отец четверых детей. Он уже был в поле зрения полиции за связи с экстремистскими группировками. Наши европейские САПКОР Оксана Кундеренко о том, что произошло в Стокгольме, подробнее. Паника и хаос в респектабельной европейской столице. На оживленной центральной улице Стокгольма теракт. Грузовик выскакивает на тротуар и с разгону таранит витрину большого универмага. Я видела тела на проезжей части. Полиция накрывала их оранжевыми одеялами. Полиции было очень много. Я видела женщину без ноги, лежащую в луже крови. Кровь была повсюду, были тела на земле. И началась паника. Кое-кто стоял рядом с родными, а кое-кто начал бежать. Четверо людей погибли, 15 ранены. Десятеро из них, в том числе дети, остаются в больницах. Орудие убийства, грузовая машина была угнана у местной пивоваренной компании во время доставки продукции. Полиция подтвердила, что на пассажирском сидении находилось техническое устройство, возможно взрывчатка. Взорвался ли пакет неясно, но так или иначе из кабины повалил огонь и дым, и пожарным пришлось тушить авто. Мы, скорее всего, идем по правильному следу. Наши подозрения только усилились и получили подтверждение. Мы также рассматриваем версию, что в инциденте принимали участие больше людей. Сначала мужчине, который был за рулем, предполагаемому террористу, удалось скрыться с места события. Но полиция сразу же распространила его фотографии, снятые камерами наблюдения в метро. Благодаря этому 39-летнего выходца из Узбекистана, отца четверых детей, который уже был в поле зрения правоохранителей за связи с экстремистскими группировками, арестовали в северном пригороде Стокгольма. Также был задержан его предполагаемый сообщник. В Швеции достаточно большая узбекская община. Все больше и больше людей переезжают в Скандинавию из бывшей Советской Республики. Они селятся в таких неблагополучных районах, как Мершта, где и задержали подозреваемого. Именно в этих пригородах Стокгольма в последнее время грабили магазины, жгли машины, устраивали бунты и столкновения с полицией. Швеция гордится своим открытым обществом, разнообразием культур и религий. Поэтому сегодня люди всех национальностей несут цветы, свечи, записки, детские игрушки к месту теракта в самом сердце столицы. Пришла даже крон принцессы Виктория с супругом. На Королевском дворце и государственных зданиях приспущены флаги. Слишком рано делать политические выводы. Мы соболезнуем всем, кто потерял родных и близких. Но мы будем оставаться открытым демократическим обществом. Швеции, которой гордятся ее граждане. После атак в Лондоне, Берлине, Антверпе, Ницце, спецслужбы Швеции готовились к возможным терактам. Сразу после случившегося центр города оцепили. Закрыли метро. На границах при въезде в страну ввели дополнительные проверки. Сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни. Но никто в Стокгольме не может быть уверен, что находится в безопасности. Полиция предупреждает граждан быть на чеку. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.